Окупанты мрут пачками. О рекордных потерях России сообщает Американский центр стратегических и международных исследований. За год полномасштабной войны потери оккупантов превышают все суммарные потери во всех вооруженных конфликтах после окончания Второй мировой. Один из главных факторов этого рекорда является протяженность линии фронта. Огромный участок границы и огромная территория линии соприкосновения сейчас, линии ведения боевых действий. Это, конечно же, приводит к огромным потерям наступающей стороны, в данном случае оккупантов Российской Федерации. Сотни тысяч убитых, раненых и покалеченных. Таков промежуточный итог года войны. А у Бункерного, кстати, годовщина. Вот уж год, как все идет по плану. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Согласно плану, так называемый трехдневный блицкрик превратился в позиционную войну, в которой Российская Федерация уже потеряла больше солдат, чем за 77 лет. Советско-российской истории после Второй мировой. По оценкам американских экспертов, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют около 250 тысяч человек. Эта цифра включает в себя российскую армию наемников и боевиков, так называемых ДНР и ЛНР. Помимо колоссальных потерь, аналитики подчеркивают, что темп, с которыми погибают российские солдаты в Украине, значительно превышает темпы во всех предыдущих конфликтах. В двух очень тяжелых и изнурительных войнах в Афганистане и Чечне советская и российская армия ежемесячно теряли не более 200 солдат. В Украине же потери оккупантов в десятки, а периодически и в сотни раз больше. Последние месяцы россияне используют тактику, которую использовали еще в Первую мировую войну. Например, на Бахмутском направлении они запускали вагнеровцев, как пушечное мясо, то есть в некоторых участках они в полную ростовую шли просто в бой, даже не прячутся за каким-то укрытием. Это, конечно же, давало результаты огромные в отношении их потерь. Что интересно, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, прослеживается некая тенденция. В последние месяцы потери оккупантов существенно возрастают. Это связано, во-первых, с вырастающей мощью наших сил обороны, нашей армии. Это связано с тем, что мы получаем новейшие образцы западной техники, это новейшее вооружение, которое имеет возможность наносить огромный урон живой силе, технике, снадам противника. И таким образом количество уничтоженных оккупантов растет кратно. И пока последний российский солдат не покинет украинскую землю, потери будут лишь увеличиваться. И новые рекорды, как, например, под Угледаром, где Эрефия потеряла рекордное количество танков, не заставят себя долго ждать. А это наша техника разбитая. Идем на дачу Угледара. Все расп... Посадки... Кроме что, вон башня от танка, а вот сам танчик.